Сократить число жертв ДТП в два раза уже к 2020 году. Чтобы выполнить эту цель, правительство выделило сегодня 14 миллионов евро. Деньги пойдут на реализацию плана дорожного движения. С ним ознакомилась Анастасия Дзяконова. Отрезок шоссе А7 Ригабауска возле столицы является одним из самых опасных во всей Латвии. Здесь на нескольких десятках километров находится сразу семь черных точек. Мест, где чаще всего происходят аварии. Одно из них находится за моей спиной в километре отсюда. Это поворот на Крустканы. Еще одна черная точка вот здесь, напротив складов. Ну и еще одно опасное место на шоссе А7 на повороте на Катлаканс. И как видите, ни одного предупреждающего знака. В каждой черной точке на шоссе А7 за три года произошло от 8 до 13 дорожно-транспортных происшествий. Десятки человек пострадали, один погиб. Всего в Латвии более 50 таких опасных для водителей мест. Бороться с ними постараются, улучшив инфраструктуру. Все учреждения, ответственные за безопасность дорожного движения, представили свои задачи на ближайшие четыре года. И смету для выполнения работ. Закупки планируют как пожарные, так и госполиция. В списке дроны и трехдименсионные линейки для измерения расстояния тормозного пути машин при аварии. Они считают, что вот эти новые средства, как дрон, например, и другие технологии, можно использовать, чтобы улучшить контроль над ситуацией. И в каком-то мере изучать и улучшить доставки помощи. Третья часть средств должна пойти на строительство 17 километров дорог для пешеходов и велосипедистов. А вот новых акустических разделительных полос, которые в прошлом году появились на шоссе Тейну-Жикокнеса, в ближайшие годы не появятся. Еще одно нововведение — так называемая система e-Call или e-звонок. Очередной электронный проект в стране, который надеются запустить уже этой осенью. Это специальное устройство в новых автомобилях, которое автоматически отправляет данные о нахождении машины экстренным службам в случае ДТП. У самих производителей, начиная с 1 апреля следующего года, это обязательное требование, чтобы все транспортные средства имели средства e-звонка. На действующий момент это уже по усмотрению производителя встроивать или не встраивать в автомашинах такие устройства. Создание системы e-звонка обойдется налогоплательщикам в 150 тысяч евро. Кроме этого, Министерство сообщения с партнерами проведет несколько информационных кампаний за 420 тысяч евро. И это правильно, считает глава Латвийской автомобильной ассоциации Андрис Кулбергс. 50% это очень громко сказано и довольно амбициозная цифра. Но, я думаю, все возможно. Конечно, если взять время, которое дано, и цель, 14 миллионов евро, это совсем небольшая цифра, небольшие деньги для такой большой работы. В плане правительства по улучшению безопасности дорожного движения также ужесточить проверку здоровья водителей и ввести дифференцированные штрафы в зависимости от риска ДТП.